А пока мы поговорим с его коллегой, который нас ждет на том конце провода, у себя вовсе в Нордкапитале, это Сергей Алин. Сергей, здравствуйте, как меня слышите? Здравствуйте, хорошо слышно. Сергей, ну к вам у меня такой вопрос. Сегодня глава нашего правительства Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что экономика России, скорее всего, будет расти темпами ниже даже самого консервативного прогноза. Как вы рассуете это заявление? Кого ваши прогнозы относительно экономического роста в России в 2014 году? Будет ли он вообще? Ну знаете, тоже пока наша позиция консервативная. Мы видим, что со стороны правительства, со стороны многих ведомств прогнозы уже не раз ухудшались. Полагаем, что рост в этом году не дотянет до 1%, то есть в районе 0,7-0,8%, может быть, процентов роста ВВП. Потому что, конечно, девальвация рубля – это все хорошо, но, опять-таки, у нас экономика сейчас не полностью экспортно-ориентированная, много импортной составляющей. Поэтому сейчас и санкции еще присоединились. Это все оказывает давление. Мы видим по-прежнему низкий инвестиционный спрос. И все эти моменты говорят о том, что не удастся выехать на такой девальвации рубля. И фундаментальных факторов недостаточно для значительного какого-то экономического роста. Сергей, вот вы упомянули это слово «нехорошее» аж несколько раз. А, собственно, был ли мальчик, назовем это слово на букву «Д», можно ли назвать падение рубля относительно доллара в этом году, девальвацию? Сегодня несколько процентов потеряли мы. Ну вот да, это такая не совсем девальвация, потому что поначалу мы видели, что, в принципе, наши ведомства, они, вот, например, Минфин, генерировали такой информационный фон, который на рубле скалился негативно. Как-то покупки валюты в резервный фонд и тому подобное. То есть складывается такое ощущение, что ведомства, они так вот потихонечку ослабляют рубль спокойно, но вот потом присоединилась украинская тема и уже такой стал процесс менее контролируемый. Пока при всех прочих моментах тоже Россию и излишне сейчас западные СМИ так вот разукрашивают в негативных тонах, потому что рубль, он, в принципе, имеет потенциал и для укрепления, потому что вот этот вот пузырь ослабления, который надут, он надут чисто на спекуляциях, на фундаментале рубль по-прежнему закрывает глаза и столь же быстро, соответственно, может откатиться назад. Пока этого, к сожалению, не происходит, но все-таки надежду мы сохраняем. Ян Яныч, как ваш прогноз 175 рублей за доллар? Через два года, если будут санкции типа иранских и реакции типа иранской, запросто. Это может быть, да, ситуация развивается не лучшим образом. Сергей, у вас каковы прогнозы по рублю? Ну, может быть, на два года, как Ян Яныч, вы не делаете прогнозов, но хотя бы среднесрочные? На среднесрочные я бы ожидал сейчас еще определенного ослабления на украинской теме, то есть доллар может съездить на 37, уровень евро, допустим, на 51,5, но в дальнейшем я бы все-таки ожидал к концу года ослабления вот этого спекулятивного давления и определенного отката, то есть, в принципе, рубль может вернуться под 36-рублевую отметку, то есть курс доллара, а евро вполне может под 49-рублевую. Сергей, спасибо вам большое, Сергей Алинов из компании Nord Capital.